Всем здравствуйте! Вера Викторовна Брежнева, она же Киперман, она же Галушка. Наша героиня – одна из самых ярких блондинок в современном шоу-бизнесе. В этом году ей исполнилось 38 лет. Надо отметить, Вера выглядит очень хорошо для своего возраста, вы можете иметь другую точку зрения. Яркая, утонченная, талантливая Вера – всегда душа компании. Неудивительно, что наша героиня всегда пользовалась вниманием со стороны сильного мужского пола. Сейчас наша героиня проживает во втором официальном браке. Благодаря последнему супругу Константину Меладзе карьера Брежневой набрала обороты. Пять лет назад композитор и певица официально зарегистрировали свои отношения. Как же складывалась личная жизнь Веры Брежневой без Меладзе? Певица родилась в обычной советской семье. Ее родители не имели никакого отношения к эстраде. В школьные годы Брежнева даже и не мечтала о сцене, она увлекалась спортом. После получения аттестата о среднем образовании перед девушкой стал выбор будущей профессии. Между юридическим и экономическим факультетом Вера сделала выбор в пользу второго. На первом курсе она встретила Виталия Войченко. Мужчина старше певицы на 10 лет. Войченко весьма известный и обеспеченный мужчина. Виталий и Вера прожили в гражданском браке несколько лет. Официально влюбленные свои отношения не регистрировали. В 19 лет молодая женщина родила дочь. Девочку назвали Соня. Когда Соне было 4 годика Брежнева собрала вещи и ушла от Виталия к другому мужчине, более выгодная партия. В 2006 году наша героиня вышла замуж за Михаила Кипермана. Через 3 года певица родила вторую дочь Сару. Михаил очень ревновал супругу, как показало время на это были причины. Когда у Кипермана начались финансовые трудности, певица ушла от него. В интернете ходили слухи о романе Брежневой и режиссером Вайсбергом. Сама певица не подтверждала эту информацию. Недолго музыка играла, недолго Вера была одна. Вскоре после развода Вера вышла замуж за Меладзе. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.